Андрей, ты только отходи от этого, от мониторчика. Да, то есть давайте продолжим. Во второй части я больше буду говорить о каких-то прикладных вопросах, но в общем это не обязательно, то есть то, о чем мы будем говорить, это не означает, что это только приемлемо для JavaScript. Мы в основном будем обсуждать различные операторы и вообще пытаться почувствовать, ну например, концепцию реактивного программирования на практическом примере каком-то. То есть в принципе вот все, что мы обсуждали, то есть вроде бы хорошо, но возникает вопрос, что все равно существует, то есть несмотря на то, что это простая вроде бы концепция, но программировать с помощью реактивного программирования сложно. То есть вот давайте вот, то есть я буду сейчас рассказывать о таком примере как написание какого-то графического редактора. У графического редактора будет две кнопочки, выбор там определенного тула, например, мы хотим рисовать или простую линию или прямоугольник. То есть и в принципе все. Таким образом мы рисуем, то есть наш редактор умеет создавать два рода объектов – линии и прямоугольники. Когда мы начинаем думать о том, как нам это сделать, да, первая задача, которая перед нами стоит – это трекинг как бы движения мыши. То есть мы на самом деле хотим по событию mouse down, то есть вот это вот взаимодействие с вообще… это взаимодействие довольно типичное. То есть мы нажимаем как бы мышку, потом мы двигаемся куда-то, да, то есть потом мы отпускаем мышку. То есть мы хотим вот такую последовательность, то есть получить такую… каким-то образом получить такую последовательность из вот этих трех потоков. То есть у нас один поток связан с нажатием кнопки, да, мыши вниз, вот этот вот down. Второй поток, то есть это нажатие, ну, отпускание, движение, то есть левой кнопки мыши. Вот. И вот этот вот поток как бы движения мыши. И мы хотим вот из вот такого вот, ну, из этих трех получить вот такие вот последовательности. То есть, например, когда вот именно… ну, то есть, которая соответствует, то есть, вот которая будет начинаться, синхронизироваться вот по нажатию… то есть по нажатию кнопки down мы хотим пропускать вот этот вот поток, и по нажатию кнопки up, мы хотим его завершить, оборвать. Все остальные мы не рассматриваем вот эти вот события, движения мыши. Ну, тут, Андрей, наверное, еще для линии актуально будет начало и конец, и не надо вот эти все промежуточные, наверное, состояния, да? То есть… Ну, это вот мы чуть попозже… Ну, если линии… Да, то есть мы сейчас говорим вот именно о процессе рисования. То есть, когда вот мы начинаем, например, вот мы нажали здесь мышью, да, и мы начинаем двигать, то есть мы начинаем вот рисовать, и мы хотим показывать вот эти вот конечные точки, ну, и начальную точку. Ну, и мы хотим, в общем-то… То есть мы хотим вот трекать вот такой вот поток данных, то есть вот вот этот вот именно, как-то вырезать отсюда. Вот. Возникает вопрос, какие операторы мы должны здесь использовать, то есть для этого. Ну, и в целом… То есть поскольку сами по себе концепции, они довольно простые, то есть вообще говоря, реактивно программировать, то самая большая сложность заключается в том, это какие операторы использовать, когда и почему. Вот. То есть здесь мы должны использовать оператор FlatMap. То есть FlatMap – это оператор… Вот. То есть один из наиболее полезных в реактивном программировании, и он, на самом деле, его сущность… Его второй псевдоним, то есть это SelectMany, то есть на самом деле. То есть это… Его смысл в том, что мы какое-то одно событие превращаем во множество событий. То есть… вот в данном случае мы хотим… То есть в данном случае мы вот это вот одно событие, вот это вот mouse down, да, мы как бы превращаем во множество. И… Ну вот пример, на самом деле, теоретический. То есть такой пример из документации, как работает FlatMap. То есть вот у нас есть range. То есть range – это последовательность, на самом деле. То есть это мы можем представить как последовательность чисел 1, 2, 3. То есть… Дальше мы вызываем FlatMap, который из каждого числа вот этого вот, да, делает другой range. То есть на самом деле вот этот вот любой из этих observables, он возвращает, как мы знаем, другой observable. то есть… И вот у нас есть… То есть… Есть комбинация вот этих вот всех observables, которые вот здесь вот продуцируются, да. И все эти observables, они… Ну что означает вот этот вот Flat? То есть все вот эти вот стримы, которые здесь вот генерируются, да, они преобразовываются как бы к одному потоку на самом деле, с помощью Flat, да. То есть Map – это вот эта вот часть, на самом деле. Это вот эта часть, когда мы из какого-то числа получаем новый стрим, фактически вот этот вот. То есть таким образом здесь на выходе вот получается такая последовательность. То есть сначала это вот просто единичка, да. Потом это как бы один… То есть из… То есть из двоечки получается у нас уже range 1-2, то есть вот 1-2 и 1-2-3. То есть таким образом у нас есть возможность как бы из одного стрима, который у нас вот здесь был, как бы породить какую-то… Ну, в общем-то это похоже немножко на for-is чем-то. То есть в том смысле, что мы из одного… Из последовательности, то есть из вот этой вот последовательности, как бы вот это вот второе наше измерение, как бы. Ну, то есть цикл как бы по двум каким-то, можно сказать. Вот. То есть… И вопрос. То есть если вот мы видим… Допустим, вот мы не знаем ничего, да, и мы изучаем документацию. В документации у нас приведен вот такой вот пример. Как мы можем понять, что FlatMap нам годится для маусе-трекинга. То есть в этом на самом деле заключается одна из сложностей, что иногда невозможно это понять, то есть на самом деле. Но в данном случае это вот работает вот таким образом. То есть вот у нас есть нажатие кнопки down, да, потом мы вызываем вот этот вот FlatMap. То есть вот мы здесь видим вот… MouseMove – это вот стрим, который мы сделали из ивента. То есть event – это mouse… Ну, то есть event в данном случае это mouseMove, да. То есть mouseMove event породил нам нас mouseMove stream, да. То есть… Вот. И вот это вот… Это стрим, который мы получили для mouseDown, да. То есть… вот мы берем этот стрим, вызываем FlatMap. И map в данном случае это всего лишь наш вот этот вот стрим. То есть… Ну, здесь map он такой вырожденный. То есть… map просто возвращает… Вот для одного вот этого вот… Ну, допустим, события вот этого вот… Он возвращает просто этот стрим, наш выходной. и все. Он больше ничего не делает. Вот. То есть если мы подпишемся, вот… То мы будем видеть… То есть, ну, допустим, пока мы ничего не нажали, мы двигаем мышкой, ничего здесь не происходит, да. Как только мы нажали, то у нас начал генерироваться этот стрим. То есть второй вопрос возникает, а каким образом нам это все закончить. То есть, ну, мы должны по mouseUp что-то… Как-то это все завершить. Вот. Вот. Для этого используется оператор другой – take-unseal. Take-unseal – это оператор, который на входе принимает другой стрим, да. И когда, в общем, это событие происходит, он завершает вот этот вот какой-то стрим. Но он завершает… То есть он завершает не основной наш стрим, не вот этот вот, который мы… С которого мы начали, да, то есть mouseDown там и так далее. Вот. Он просто завершает наш вот этот вот внутренний как бы маппинг, да. То есть… И все это выглядит вот таким образом. То есть мы вот этот вот наш внутренний mouseMove завершаем, когда происходит mouseUp. Вот. И таким образом получается, что фактически вот этот вот mouseDown, он просто, что ли, ну, как бы пропускает. Пропускает вот этот вот наш mouseMove, как бы дросселирует… Как бы сказать правильно. То есть, ну, mouseMove, который завершается каждый раз по нажатию кнопки Up. И таким образом мы уже получаем то, что нам вроде бы нужно было, да. Вот. С помощью take-unseal. Дальше. То есть на практике возникает такой вопрос. То есть, хорошо, вот мы последние… Ну, то есть мы научились трекать вот это вот движение мыши, да, в данном случае. То есть мы научились трекать движение мыши, и мы можем получить вот эту вот последовательность между… То есть последовательность mouseMove, да, то есть это движение мыши, между нажатиями кнопок, то есть mouseDown и mouseUp, да, то есть мы ее получили, эту последовательность. Но для того, чтобы нарисовать линию, да, ну, то есть, допустим, мы хотим подписаться на вот этот вот стрим, который мы получили, да, ну и как-то нарисовать эту линию. Ну, у нас нет начальной точки в данном случае. То есть мы не знаем… То есть нам нужна не только конечная точка, например, да, вот здесь вот, или не только точка, там, ну, движение, да, а нам нужна самая начальная точка в данном случае, ну, чтобы там нарисовать линию или там прямоугольник какой-то. То есть, ну, у нас нет начальной точки. Вот. Для того, чтобы решать подобные задачи, используется withLatestFrom как бы оператор. Вот здесь вот представлено два… Ну, это теоретическая Mumble диаграмма, да, то есть представлено два вот потока А, то есть… Ну, вернее, поток, у которого вот здесь буковки какие-то и какие-то циферки, да, то есть как работает withLatestFrom. То есть вот этот оператор вызывается вот для этого стрима и withLatestFrom вот этот, да, то есть в данном случае. То есть мы вот для этого стрима вызываем оператор withLatestFrom и передаем вот этот вот стрим в качестве, ну, аргумента, да. Как он работает? То есть он работает так, что мы смотрим, а здесь есть вот сейчас какое-то значение А, да, если здесь ничего нет, здесь ничего не будет. То есть потом здесь появилось значение B, он смотрит последнее значение в этом стриме, которое является аргументом, ну и получаем B1. Потом появилось следующее значение, он смотрит последнее значение в этом стриме, в данном случае 4, ну вот будет C4 тогда, ну и так далее. То есть вот для всех вот этих вот тоже будет 4, потому что больше ничего не произошло. Вот. тогда если мы вот знаем, что, ну, про этот оператор, мы можем сделать так. Вот. Мы здесь имеем вот этот вот наш, вот этот вот трекинг как таковой, да, и мы вызываем withLatestFrom для вот этого вот, для вот этой вот всей последовательности, да, и, ну, то есть нас интересует mouse down, самый последний. То есть вот мы можем представить, да, что вот у нас, ну, я думаю, понятно, что mouse down это именно тот стрим, который для нас подходит как источник вот этой вот начальной точки, да. Вот. То есть и таким образом мы уже можем, мы уже можем, если мы здесь подпишемся, то мы можем рисовать вот эти вот, ну, как бы движения. Ну, кстати, вот, наверное, можно переключиться. Ну, хотя, хотя, это мне что-то здесь курсором случилось. Не могу, блин. Ладно. В общем, я думаю, это понятно, да. То есть… Так. Какой вопрос? Что именно в скобках? Да, если нет, это беда для… Вот это вот, вот это просто функция toPost, вот это функция, которая определена. То есть, ну, мы вот в мэпе, да, на самом деле вызываем каждый раз, но нас интересуют только x, y координаты. Ну, то есть, сюда приходит event, вот это вот, ну, в данном случае event. Ну, то есть, mouse move, он нам просто возвращает event. То есть, в данном случае, мы хотим этот event преобразовать просто в пару значений x, y. Ну, то есть, нас не интересуют другие, ну, то есть, вообще говоря. Поэтому мы здесь используем map и здесь тоже map используем. То есть, нас интересуют x, y координаты. Вот это вот event. Вот это вот event client x. То есть, получается, mouse down или там mouse up или там mouse move. Вот. Ну, вот это вот pair, то есть, with latest from, на самом деле, он возвращает массив. То есть, массив, в котором в качестве первого значения будет вот это значение из этого потока, а вторым будет вот это вот, которое он делает with latest from. Если мы поставим with latest from еще один, то, ну, тут еще тогда будет, будет три координаты там, то есть, в этом мотиве. То есть, каждое вот это P, это просто массив из двух объектов, в данном случае. То есть, вот мы просто могли бы посмотреть, на что-то я не могу. И нажми. И нажми. Не могу понять. И нажимай. Я что-то просто вот почему-то… Она же на другом экране. Мышка. Ребята, вот тут вот крутите. Да, так я вот смотришь… А, окей. А, я понял, здесь два экрана. Так, хорошо. Как теперь опять включить, чтобы это… Ты просто нажми ее, да и все. Хорошо. Сейчас. И перетяни на тот экран. А, на тот экран. Вы можете… Смотрите. Берете… Да, хорошо. А если я хочу нажать на линк какой-нибудь? На линк? Да. То есть, там внутри. Ну, то есть, презентации. У меня что-то… Вот мышку мы перетянем сюда. Вот. Ну, хорошо. Хорошо. Так, это значит, мы все пропускаем. Так. Вот. То есть, мы рассмотрели несколько операторов, да. Следующий вопрос, который у нас возникает – это как создать, например, радиокнопку. То есть, ну, радиокнопка, понятно. То есть, она должна работать следующим образом. То есть, когда мы нажимаем один раз ее, она становится активной. Нажимаем второй раз, она становится неактивной. То есть, ну, вот такого рода кнопку, например, да. Ну, здесь все довольно просто. Мы просто используем map и вот считаем. То есть, когда у нас есть там четное… То есть, нас интересует только, например, четное там нажатие в данном случае. Вот. Нечетное мы воспринимаем как иннектив, четное как active. Ну, мы делаем такое преобразование с помощью функции map, да. Вот. Еще один вопрос. То есть, вот у нас есть две кнопки, да. То есть, есть две кнопки какие-то. Есть, с другой стороны, у нас уже алгоритм, как бы, каким образом вообще трекать вот это движение, то есть, мыши, да. Но мы не знаем, каким образом это все согласовать. То есть, каким образом это начинать только тогда, когда какой-нибудь из инструментов выбран. ну, и как вообще передавать, возможно, сам инструмент. То есть, вот. Для этого используется оператор switch map. Вот. То есть, вот если посмотреть на примере, то вот, например, у нас есть какой-то… То есть, ну, в данном случае, selected tool просто, ну, предположим, что мы сейчас говорим не о двух кнопках, да, а просто об одной кнопке. И когда мы ее нажимаем, только тогда мы можем рисовать. То есть, мы не хотим, чтобы… Ну, мы могли рисовать, когда здесь ничего не, ну, не нажато, например, да. То есть, для того, чтобы это сделать, вот, мы создаем подобный стрим, select tool, вот. Мы уже говорили, что он возвращает true только тогда, когда кнопка нажата, когда она активна, вот. Дальше… Можешь немножко отойти в сторону, вот, ребятам показывать. Да, да, да. То есть, дальше мы вызываем для selected tool вот этот вот switch map оператор, который работает следующим образом. То есть, если здесь true, вот, если здесь true, то мы возвращаем вот этот вот mouse tracking stream. Если здесь не true, то мы возвращаем never, специальное значение observable. Ну, то есть, это специальное, как бы, специальное значение, которое означает ничего. То есть, таким образом, мы согласовываем вот этот вот стрим, который мы… который, в свою очередь, согласован уже там с нажатием, ну, мы знаем, мы уже его не рассматриваем, мы уже рассматриваем это просто как, ну, существующую какую-то концепцию, да, то есть… Но, таким образом, мы его согласовываем вот еще вот с этой концепцией, да. То есть, только по нажатию нашего, ну, то есть, нашей кнопки, ну, какой-то выбор инструмента, то есть, ну, активизации там, рисования процесса, да, мы, на самом деле, получаем вот это вот, ну, то есть, получаем здесь что-то, какой-то tracking, вот. Ну, то есть, если посмотреть, можно попробовать вот так. Тут вообще… Ты его перетяни сейчас направо. Ну, вот этот вот пример как раз-таки. Посмотреть просто, как это… Ну, вот здесь все то, что здесь есть. если мы нажмем… Так, стоп… А почему я здесь не вижу? Так, ладно… Вот так… Вот, то есть, здесь мы в нашем подскрайбе, вот мы просто на SelectedTool, вот это вот SwitchMap, как бы, конечный стрим подписаны, да. И мы просто сюда, в консоль пишем то, что мы, ну, получаем в этом стриме. То есть, если мы будем вот просто сейчас пытаться рисовать на документе, да, то мы ничего не увидим, да. Ну, как только мы нажмем сюда и нажмем в консоли, чтобы что-нибудь видеть, да. Вот. Мы будем получать вот эту вот последовательность. Каждый объект вот этот вот… Ну, в данном случае здесь нету Combine with Latest, то есть, я просто сюда это не включил. но здесь просто показано вот этого вот первоначального нашего трекинга, то есть, вот это вот между mouse down и mouse up, как бы, ну, то есть, понятно, да. То есть, ну, я здесь Combine with Latest просто не написал. Ну, мы дальше увидим. Вот. То есть, таким образом, вот если мы еще раз нажимаем сюда и пытаемся что-то рисовать, то мы видим, что ничего здесь не происходит. То есть, мы как бы выключили наше, ну, вот это вот рисование. в данном случае. То есть, ну, мы выключили вследствие вот использования вот этого switch map оператора. Да, то есть, да, давайте пойдем дальше. Так, как тут… Так. Ну, следующая задача у нас возникает. Допустим, у нас несколько, то есть, инструментов. рисовать там прямоугольник, рисовать, то есть, рисовать линию, как мы можем, ну, то есть, вообще и как-то различать, и как-то обрабатывать. для этого можно использовать такую очень полезную функцию, как scan. Вот. Scan, собственно говоря, это функция, которая… вот scan и combine with latest – это функции, которые в целом они работают с состояниями, так или иначе. то есть, scan работает таким образом, что фактически это редюсер. Редюсер, который выполняется, то есть, для каждого значения в нашем каком-то… ну, в нашем стриме, да, то есть, который мы начинаем, для которого мы это вызываем. То есть, и… то есть, вот как только сюда приходит новое значение, на самом деле, выполняется вот эта функция, которая здесь описана, да, то есть, и значение ее становится новым state-ом. То есть, ну, вот в данном случае state – вот это вот начальное значение, то есть, этого state, да. То есть, ну, допустим, здесь произошло какое-то событие, то есть, ну, пришла новая пара каких-то координат, к примеру, да. Ну, по сути, это редюсер, да? Да, то есть, это редюсер, который выполняется в каждый, ну, в каждый момент. То есть, я думаю, понятно. То есть, получается, она вычисляется, эта функция, да, и ее значение становится новым state-ом, вот. Ну, фактически, что здесь происходит? То есть, мы вот взяли… вот, смотрите, то есть, мы… вот, у нас есть line-tool, да, мы преобразовали его, фактически, ну, нажатие кнопки «click», да, то есть, нажатие «click» мы преобразовали в line, нажатие «click» на другой кнопке мы преобразовали в rect, да, то есть… и в данном случае мы их смержили. Ну, «merge» – это означает, что у нас будет один какой-то стрим, в котором здесь будут клики или line, то есть, ну, в качестве значений. И дальше мы вызываем функцию scan, которая будет… что нам делать? Которая здесь реализует какую-то логику, которая возвращает здесь tool с одной стороны и возвращает ее значение select, то есть, выбран он или не выбран. то есть, и вот это вот условие, оно определяет, выбран он или не выбран. То есть, получается, что если мы нажимаем на той же самой кнопке, то значение будет не выбрано, то есть, если мы нажимаем на новой кнопке, то это будет выбранное значение. Ну, и следующий вопрос, который решается с помощью… ну, то есть, вообще, который возникает при создании вот такого вот типа редактора, то есть, каким образом мы можем вообще менеджить все… ну, то есть, нас интересуют вообще все фигуры, которые мы создали, то есть, которые мы создали в процессе нашего рисования, вообще говоря. то есть, нас не интересует только лишь вот эти вот, ну, допустим, промежуточные операции рисования, нас интересует вообще, то есть, вот между нажатием кнопки вниз, между нажатием… ну, то есть, mouse down и mouse up, вот все вот эти вот последовательности действий нас интересуют, то есть, на самом деле, и все они создают фигуры, то есть, ну, в сочетании с нашими кнопками и так далее, то есть, вот… ну, в данном случае, вот с помощью такой последовательности, которая вот здесь вот показана, то есть, мы получаем вот эту вот последовательность entity как бы сабжектов. Entity subject — это вот этот вот стрим, в котором мы получаем все наши объекты, которые, ну, которые были созданы. то есть, вот мы берем… то есть, мы берем нажатие кнопки down, нажатие кнопки up, потом мы берем… Merge так… да, то есть, мы их мержим в один стрим, вот, и вызываем как бы pay-wise операцию. Pay-wise — это операция, которая берет все пары, то есть, получается, в данном случае вот AB — пара. Вот мы видим, что… то есть, например, здесь нет еще никакого значения предыдущего, да, значит, здесь ничего нет. Потом, как только возникает первое значение, то есть, парное, да, у нас сразу же возникает здесь пара. Как только следующее возникает значение, возникает пара с предыдущим, то есть, в этом стриме, да, вот. То есть, это, получается, у нас возникают пары, в данном случае, вот, например, mouse down и mouse up, вот, то есть, A и B в данном случае, да, то есть, возникла пара. Вот эта вот пара между mouse down и mouse… то есть, между mouse up и mouse down, наоборот, вот эта вот BC, нас не интересует, потому что… ну, нас интересуют только вот… ну, только вот эти вот события, только вот эти. Поэтому мы здесь сделаем фильтр и отбрасываем все нечетные, то есть, все нечетные значения получаем. Вот такой вот entity subject, который фактически содержит все вот эти вот взаимодействия в виде mouse down и mouse… ну, то есть, в виде, ну, пары вот эти вот, короче говоря, которые нас интересуют. Ну, и мы хотим это… вот эти вот пары, то есть, мы хотим их каким-то образом… то есть, согласовать… то есть, мы хотим сделать так, что я не помню, о чем тут было… то есть, в общем… то есть… То есть, смотрите, да, все-таки сложная эта штука RX. То есть, на самом деле, вот здесь вот мы хотим сделать… вот мы уже говорили про то, что мы хотим это согласовать, на самом деле, вот это вот… вот эти вот вещи, о которых мы здесь говорили. Вот помните, мы перед этим рассматривали, как мы, в общем, трекинг нашей мыши, да, то есть, не вот эти просто нажатия down и up, да, а как мы трекинг мыши, на самом деле, хотим согласовать с инструментами выбранными, да, то есть, ну, то же самое мы хотим сделать и для вот этих вот событий, и для вот этого вот потока, да, как бы, между… ну, который не трекает… который с mouse move никак не связан, да, который связан только с mouse down и mouse up, то есть… и они аналогичным образом, то есть, должны менеджиться, то есть, мы должны вызывать switch map, здесь мы должны вызывать, то есть, если какой-то tool select, да, то мы вызываем subject, то есть, ну, то есть, мы пропускаем этот стрим, если он не выбран, этот tool, то мы его не пропускаем, вот. Для этого вот мы здесь создали общую функцию, да, какую-то, и мы ее вызываем дважды, то есть, с одной стороны, для того, чтобы вот этот вот sample subject трекать через нее, да, то есть, только тогда, когда какой-то tool выбран, то есть, мы его, ну, что ли, вызываем, да, то есть… ну, и аналогичным образом для entity subject, вот. Возникает вопрос, где все-таки наше общее состояние, то есть, вот этих всех… ну, всего процесса рисования. Для этого используется, опять же, функция scan, которая, в данном случае, вот мы из нашего initial state, да, то есть, вот представьте, что для entity subject вызываем вот этот вот scan, да, то есть, таким образом, да, то есть, мы для entity subject вызываем scan, и вот, когда здесь приходит новое значение, то есть, наших пар и нашего инструмента, который был выбран, да, то есть, мы складываем это все в… вот видно, что вот у нас вот… вот в этот объект stack, вот. То есть, и увеличиваем значение индекса, то есть, мы хотим, чтобы наши все фигуры, как бы, были пронумерованы, да, вот. И, ну, в стеке мы накапливаем, ну, вот здесь мы накапливаем фактически значение, то есть, накапливаем наши объекты, то есть, из этого нашего стрима, то есть, который всего лишь представляет собой совокупность вот этих вот объектов, да, то есть, каких-то пар, ну, пар фактически, да, точек, вот. Вот, мы получаем значение, в котором здесь будет одна точка первоначальная, здесь пара, здесь тройка, здесь там… ну, здесь… ну, в общем, мы их накапливаем. Вот. И давайте посмотрим, что получилось в результате. Так. Опять, блин… ага, вот, да. О. Угу. Так. Так. Где пись тут куршор? О, спасибо, Жор. А, точно. Это же, да, чудо. Чудное. И без мышки еще. Это очень сложно. О, так. Не, наверное, не сложно просто. Я не привык немного. Так. Ага. Ну, то есть, вот здесь вот видно, что… Мы здесь используем вот это вот… мы здесь используем Canvas. То есть, и вот… вот это вот все примерно то, о чем я здесь говорил. Ну, за исключением того, что я здесь не вдавался в особенности рисования самого. Ну, здесь у нас есть функция рисовать линию, рисовать вот прямоугольник. Ну, это то, что касается рисования, да. Есть функция рисовать entity, которая просто смотрит в зависимости от типа инструментов. Если прямоугольник, мы рисуем прямоугольник, если линия, то линию. Вот. Есть функция, которая рисует весь стэк, который, ну, получается, я уже говорил, что это просто объект. Мы просто идем по всем индексам этого объекта и для каждого индекса извлекаем само значение и рисуем это entity, да. Вот. Ну, и, в общем-то, все, что мы здесь сделали, мы, в общем-то, получили вот этот вот наш конечный стрим, и мы подписываемся на этот стрим, ну, и используем его для рисования. То есть получается так, что если я выбираю линию, например, вот, то есть я рисую здесь линию. Ну, если просто тут еще, ну, просто я там client x брал, а здесь с учетом скроллинга не совсем хорошо видно. Вот. То есть там нужно было с учетом скроллинга. Вот. Если я рисую, ну, то есть вот, например, я одну линию нарисовал, да, я могу рисовать еще линии там. То есть это за счет скана, то есть мы вычисляем, то есть вот эти вот значения. мы вычисляем, вот в наш стек фактически попали все эти линии. Вот. Ну, и вот этот вот, то есть вот сам процесс рисования, да, вот о чем я говорил, то есть вот он трекается вот за счет вот этих вот пар, mouse down и mouse up и track mouse. То есть вот этот стрим, который мы сейчас видим на самом деле. вот. Ну, если я включу там прямоугольник, да, то я могу рисовать и прямоугольники тоже, то есть в данном случае. То есть получается у тебя как коллекция временная, которая показывает то, что ты делаешь еще не отпустив кнопку, да, которая рисуется и перерисовывается постоянно и коллекция, которая уже засторила все твои картинки, все твои фигуры, точнее, и их постоянно дровит. Да, вот здесь вот это видно, и так, я сейчас, да, то есть вот здесь, вот обратите внимание, то есть вот этот вот sample tracking, это как раз таки вот это временное то, что вот я, ну вот когда я еще не отпустил мышку, да, просто нажал и начинаю тянуть ее, вот это вот и есть sample tracking. А вот этот вот state, это как бы стрим, который, если мы здесь посмотрим, ну, который является скеном, скеном нашего вот этих вот, то есть вот этого стрима entity. entity, то есть entity, это у нас вот этот вот стрим, который был создан, вот, то есть, типа entity subject. То есть entity subject, ну, то, что мы говорили, просто. Ну, здесь еще вот эта вот функция, она используется для того, чтобы слишком маленькие, то есть, например, чтобы на double click не возникали никакие объекты, да, то есть, или там на рисование предельно маленького какого-то. Ну, то есть это просто фильтрация того, что наше, ну, то есть, расстояние между, ну, какая-то метрика, ну, здесь в данном случае, ну, в данном случае здесь просто максимальное расстояние по, ну, то есть delta x или delta y не превышает, там, ну, больше пяти в данном случае, потому что это не слишком маленький объект. Ну, вот, собственно, да. Так, да, ну, и вот здесь вот представлены, вообще говоря, различные, здесь представлены, с одной стороны, различные фреймворки, с другой стороны, даже различные альтернативные реализации, то есть реализация альтернативного, то есть тоже асинхронного программирования, вот, ну, то есть… Мне кефир понравился, я еще такого не знал. Да. Это отличное название для производства. Да, то есть, ну, это различные open source проекты все вот эти вот, то есть это, вообще, говорю, довольно интересно. То есть это вот другая здесь концепция, другие операторы в данном случае. Вот это примерно то, о чем говорил Паша. То есть, что, в принципе, ну, дело не ограничивается на сегодняшний день, как бы… Да, то есть… Ну, вот, что касается референсов, то вот это вот, например, это основная такая официальная, как бы, линка, то есть на RxJS… Ну, вот эта вот линка, на самом деле, вот эта вот, сама по себе, это вообще о реактивном программировании, да, то есть, RxJS, ну, RxJS, это как бы, ну, часть, то есть, этого сайта, что ли, вот. Вот, здесь представлена там документация, можно искать там, ну, то есть, я думаю, что… Ну, то есть, это такая классическая документация. Что-то еще такого есть интересного. Ну, книги вот здесь есть, то есть, книги есть как гитхаповские книги, вот эти вот, например, так и вот тоже хороший источник, это вот эта вот книга. Ну, это, кстати, больше по дотнетному программированию здесь, ну, по бэкэндному здесь много всего. Ну, в общем, да, то есть, да, в общем, я думаю, что вот, время вопросов. Да, ребят, есть какие вопросы у вас по клиентской части? Бегу-бегу. А, вот-вот-вот-вот, девушка. Спасибо за доклад. Ну, такой вопрос. Мы видим, в принципе, что штука – это довольно-таки, ну, непростая для восприятия и требует, в целом, изменения способа мышления. Ну, да, да. Вопрос в следующем. Какие преимущества вообще несет использование реактивного подхода? То есть, то же самое, в принципе, можно сделать… Ну, да, нативным образом, да. И вот в чем плюс? То есть, это поддерживаемость, там, не знаю, какая-то композиция функций, функциональности кода улучшает? Я понял вопрос. То есть, я на самом деле, вот скажу из своего опыта, я занимался немножко, ну, не вот… Я занимался, да, тоже графическим редактором в Angular 2, то есть, но на основе NGRX Store, то есть, это гибрид такой редукс и реактивного программирования, вот, которые на самом деле… Ну, то есть, смысл в том, что это такой же редукс, то есть, он… то есть, там есть редюсеры, то есть, все остальное, то есть, в качестве… ну, то есть, есть диспетчинг, все это точно такое же, но на выходе он возвращает стримы, на самом деле, вот. И для меня, то есть, когда я… то есть, когда мы начинали, да, мы это делали с помощью другого подхода, то есть, там были stateful, как бы, сервисы. Ну, я сначала вот этот вот редактор сделал с помощью stateful сервисов, то есть, каждый сервис хранил, то есть, какое-то там состояние, да, то есть, имел… поддерживал набор операторов, то есть, ну, каких-то методов, вернее говоря, для взаимодействия с этими состояниями, вот. И когда я перешел вот к реактивному программированию, то, на самом деле, я ощутил, что вот действительно вот это вот… ну, когда мы добавляем новую функциональность, мы действительно не… ну, можем это делать в большей степени безболезней, то есть, это более такой расширяемый подход в том смысле, что нам не нужно, например, там изменять то, что мы уже сделали в большей мере, то есть, нам… мы можем больше… ну, то есть, это более такой… ну, то есть, метод, который именно… ну, то есть, позволяет использовать уже существующие концепции, если они… ну, допустим, их… ну, то есть, я думаю… Спасибо. Паш, поправь меня, если я не прав. То есть, вот реактивное программирование, написание вот такого функционального подхода, он, в принципе, предполагает какой-то код duplication. Я прав? Ну, я бы сказал, это зависит от уровня проведения. В начале – да. Ну, в начале – да. Но суть такая, что у тебя много мелких операторов, и ты из этих операторов собираешь какой-то… Чем больше входит, тем чаще операторы собираются. Ну, я так понимаю, ты же можешь оторвать там где-то общие какие-то стримы сделать, потом их где-то домножить, там добавить, еще что-то. То есть, по сути, это переход от оперативного к функциональному программированию, наверное, я бы сказал таким. Это очень жесткий переход, функциональный, без спроса. Да, да. И у функционального программирования как бы… Оно вроде короче, оно вроде на одном экране, и ты… Когда ты читаешь это, да, у тебя код, вот он буквально там на листинг помещается. Что там внутри, да, то есть ты уже в каждую там функцию, которая что-то делает, ты можешь зайти и посмотреть, конечно. Но суть, что у тебя инструкция, как бы, я бы сказал, декларативно ты перед собой ее видишь и понимаешь, чем сейчас будет заниматься на вот это событие, будет заниматься этот код. Ты его просчитал, листинг, ты понял, перешел дальше. То есть, в принципе, это, ну, такой вот способ как бы это все собрать. Плюс, когда маленькие кусочки действительно, ну, как бы, сайд-эффектов нету, и, ну, есть свои плюсы. Но, как Паша говорил, есть и свои минусы. Надо тоже аккуратно выбирать все. Ну, в принципе, нельзя сказать, что однозначно, конечно, да, но… Всегда надо думать головой, когда выбираешь одно или второе. Еще какие-нибудь вопросы? Та-та-та. Тогда… Хорошо. Спасибо нашим спикерам. Я бы хотел еще подарить нашим спикерам… Паша, выйди, пожалуйста. Это кому? Это Андрей. Андрей, вот разверни. Это тебе маечку нашего комьюнити. Давайте.